Девушки отдыхают В библиотеке Дмитрова в эти дни как раз открылась экспозиция, посвященная творчеству Кира Булычева, и у меня появилась отличная возможность проникнуться его творчеством. Более того, я увидела, что здесь проводятся занятия с детьми по книгам автора Алисы, и ребятам они очень нравятся. Я не согласна с тем, что это все уходит в прошлое, сейчас же популярен Советский Союз. Ретро, виниловые вечеринки, пластинки. Я думаю, Кир Булычев, он еще прогремит. Вы когда-нибудь смотрели фильм «Гости из будущего»? Да. Что это такое прекрасное далеко? Когда оно наступит? И наступит ли вообще? Оно уже сейчас есть. Погода отличная, спорт, пробежка. Вы когда-нибудь видели вот эту девушку? Были. Были времена? Нет, не видел. Моя дочка похожа на нее, копия. Когда-нибудь смотрели фильм «Гости из будущего»? Нет. К сожалению, нет. Но я гост, вы знаете, я турист. Маша, ты была права. Многие люди действительно не помнят приключения Алисы. А я хотела сказать, что ты был прав. Я прониклась творчеством Киры Булычева, даже надела советскую школьную форму и выучила песенку. Давай споем. Давай. Дорогие друзья, никто из нас не знает, насколько безмятежным и счастливым будет наше далеко. Однако, если мы будем изучать культуру и историю своей страны, читать хорошие книги, смотреть добрые фильмы, я уверен, что еще не все потеряно. И прекрасное далеко обязательно наступит. Михаил Бугаев, Мария Чернышева, телеканал «Броневские новости». Специально для Братины. Кстати, с днем учителя. Наши духи помогают от беспокойства, от тревог, создать определенное настроение, когда девушка на свидание собирается, или у нее там серьезное собеседование. Еще часто делаем духи для студентов. То есть есть такие масла, которые помогают концентрации, внимания, то есть фокусировки, укрепляют память. Ее называют феей. Но то, что вы видите, не магия. Светлана Шишкова – дипломированный аромапсихолог. Практически у каждой девушки всегда фраза ее любимого дела начинается, когда я была в декрете. И у меня получилось так, что в 2007 году встал вопрос, куда идти дальше. И я поняла, что я хочу иметь свое дело, то есть, как бы скажем так, свое хобби, перевести немножко на другой уровень. Для составления своих зелий Светлана Шишкова использует натуральные аромомасла. Сначала она общается с клиентом, выясняет предпочтения, но главное – улавливает его настроение, изучает психологическое состояние. Носить такой аромат, говорит аромапсихолог, можно даже в дополнение к своим любимым духам. Он рассчитан исключительно на своего владельца. Ароматы – это наши эмоции. То есть, когда мы вдыхаем какой-то аромат, мы вызываем эмоцию, а эмоции побуждают нас к действию. И, соответственно, мы получаем результат. Час-другой, десятки открытых флакончиков. Это вкусно очень, вербе. И вот я – обладательница индивидуального аромата. Трудно представить, но в этом маленьком флаконе сосредоточились душевные равновесия, уверенность в себе, немного романтики. Как раз то, чего мне сейчас не хватает. Надежда Звягинцева, Константин Химичев. Первый мытищенский – специально для фестиваля «Братина». Атом, ядро, электрон. Химия – конек одиннадцатиклассницы Лизы Петрушиной. Ведь девушка готовится поступать на факультет стоматологии. И сегодня она не получает знания по предмету, а делится ими. В школе номер 8 – день самоуправления. Меня зовут Елизавета Николаевна. Сегодня мы будем заменять вашего учителя. И сейчас у нас будет тема «Электронные оболочки». Так теперь отмечают День учителя. Сами школьники встают на место своих преподавателей. Идея зародилась пять лет назад и сразу же прижилась. Для меня сегодня была более такая расслабленная атмосфера, более позитивные уроки. И для меня сегодняшний день, я думаю, запомнится. Обмен ролями всегда дает положительный эффект. У учителей есть короткая передышка. Старшеклассники учатся быть самостоятельными. Я говорю, сами ребята приходят, сами говорят, какие они уроки хотели бы провести. Я им говорю, да, окей, вперед. Вы подходите к педагогам. Ваша задача договориться. То есть выработать и концептуальную идею, что сегодня будет за урок. День учителей – это не только праздник и самоуправление. Это еще и свобода. Обычный день в школе продолжается аж до четырех часов дня. А сегодня всего три сокращенных урока. Ну а самые теплые слова в адрес учителей по традиции звучат на ежегодном праздничном концерте. Валентина Мордовина, Максим Максимов. Специально для телефестиваля «Братина». Несколько приятных советов. Мы находимся в здании Дмитровского вокзала. Здание старое, 1887 года постройки, но со своими функциями вполне справляется. Тем более, что железная дорога – это одна из главных артерий, которые связывают города Московской области со столицей. Одна из самых обсуждаемых тем сегодня – это запуск московских центральных диаметров. МЦД – это сеть жизнедорожных маршрутов, которые связывают между собой радиальные направления и по сути образуют второе метро. Скажите, пожалуйста, вы часто ездите из Дмитрова в Москву? Ну, редко, не часто. Не часто? А что-то слышали об открытии, о запуске московских центральных диаметров? Нет, не слышал. Ну вот, оказывается, что несмотря на обилие информации, мы далеко не все знают об открытии московских центральных диаметров. Сейчас попробуем сесть в электричку и там поговорить с пассажирами. Может быть, там знают больше. Скажите, пожалуйста, насколько по-вашему это будет удобнее? Ну, вот там, допустим, МЦК запустили, я считаю, что да, удобнее стало. Вот, наверное, это будет удобнее. К концу 2019 года, в ноябре-декабре, планируется запуск МЦД по двум направлениям – Лобня-Одинцова и Нахабина-Вадольска. Интервал движения в часе пик составит 5-6 минут, а также обязательно появится база забытых вещей. Вы в электричке когда-нибудь забывали вещи какие-нибудь? Никогда. А находили чужие? Никогда. А вы не забывали никогда вещи в электричке? Да, перчатки, зонты. А вы что-то слышали о московской центральной деятельности? Конечно, конечно. Как вы считаете, удобно это будет? Очень. Вот, потому что все ждут. Я часто езжу в Москву, вот хотя живу на даче, и, в общем-то, мы уже ждем. Как выяснилось, не все пассажиры знают о всех преимуществах МЦД. Тем не менее, они очевидны, в том числе и то, что пересадка на МЦК и метро будет бесплатной. Свои вещи, конечно, лучше в электричках не забывать, а все подробности о новых маршрутах и тарифах можно узнать на сайте метрополитена.мосметро.ру Наталья Приловская, Константин Петров, телекомпания «Лубня». Зал художественной гимнастики Школы Олимпийского резерва «Динамо» Дмитров. Десятки девчонок мечтают стать олимпийскими чемпионками, но лишь немногие добираются своей цели. Первые шаги и первые победы нашей героини начались именно в этом зале, среди этих мячей, булав и обручей. Именно они заменили ей игрушки. Ежедневно на ковре девочки занимаются от шести часов и больше. Эльмир, скажи, ты вот в такой позе можешь простоять долго? Да, долго могу. А долго этому училась? Нет, это самое элементарное, самое простое. Это первое за гимнастикой. Залечается ли она от других девчонок чем-то? Да, трудолюбием своим, с желанием, стремлением. Это спортсменка, это гимнастка, это дар для тренера, для любого. К тренировкам она относится очень серьезно, очень усердно трудится, всегда добивается своей цели, доходит до конца. Она боевая. Если у нее не получилось, она была готова хоть до ночи, это один риск делать, но пока у нее не получится. Но спортсменка, она, конечно, очень сильная. Мишка, сова, подушечка, вот стич. Самые обычные игрушки необычных девчонок. Аня приехала в Дмитров из Челябинска и четвертый год уже живет здесь и учится. Аня, у тебя вот фотография здесь, да? Да. Расскажи, кто это? Это мой папа, это моя мама, это я совсем маленькая, это моя старшая сестра. Тебе эта фотография как-то согревает? Конечно, очень часто смотрю на нее. В сентябре в Тольятти прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Новое поколение». Наша героиня привезла оттуда главную награду – золотую медаль. Аня, я знаю, девчонки называют тебя… Грошик. Грошик. Но сегодня этот маленький грошик сумел превратиться в большую золотую медаль. Татьяна Брулова, Константин Брулова, телеканал «Видное ТВ». В деревне Селявина, та, что в Дмитровском районе, произошло настоящее чудо. Самая большая многодетная семья. В один день родился 21 ребенок. Как себя чувствует молодой отец Яков, мы решили узнать лично. Яков, ваше впечатление? Кажется, молодой отец доволен. Папа один, а мамы две. Живут они по соседству. Сейчас у малышей обед. В гости мы идем не с пустыми руками. Это лакомство для малышей. Держите, не бойтесь. Главный реализатор программы по поддержке таких многодетных семей – Алексей. Он же хозяин страусиной фермы, няня, медбрат и акушер для животных. Папа заходил в гости и к одной, и к другой в один день. Поэтому родили в один день. Срок беременности у свиньи. Ну, в простонародье хорошие цифры – это три месяца, три недели и три дня. Многодетные здесь – дело привычное. Десятками рождаются нутрии, кролики. Но мы зашли в гости к птицам. У Алексея здесь к каждому индивидуальный подход. Нужно со всеми поговорить. Грязные, мокрые, но абсолютно довольные. Здесь интересно в любую погоду и в любое время года. Приезжайте все. Здесь вас встретят почти 600 хвостов и клювов. ТВ Домодедова специально для фестиваля «Братина». Воспитанница Динамо Дмитров, 13-летняя Анна Грош, завоевала золото на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике в Тольятти. Состязание проходит каждый год и носит название «Спартак – новое поколение». Так как в Дмитрове из юных девочек делают лучших гимнасток? В 6.30 подъем. Такой ранний, потому что девочки занимаются по специальной программе. Первая тренировка в 12 часов. Затем обед, пара часов на отдых и вечерняя тренировка. Вот так вот проходит день гимнасток в Дмитровском Динамо. Анна Сафонова, один из двух тренеров по художественной гимнастике в спортивной школе, рассказала, что золото, завоеванное в Тольятти, открыло путь дмитровским спортсменкам на первенство России. Это единственный вид спорта, где красота, грация, элегантность – все это показано, все это ярко выражено. Ну и, конечно же, это спорт. Это победа, это результат нашей работы и доказательство того, что мы на верном пути. Большую часть своего свободного времени гимнастки проводят в зале. Оно и понятно, ведь неподготовленному человеку будет трудно даже просто словить мяч за спиной. Вот что и требовалось доказать. А это не идет ни в какое сравнение с тем, чему здесь обучают девочек. Для того, чтобы достичь такого мастерства, воспитанница спортивной школы тренируется минимум по 6 часов в день. Одна из гимнасток пришла в секцию 10 лет назад по направлению врача. Я прихожу сюда не ради кого-то, это собственное мое желание, и я не воспринимаю. Ну, например, конечно, были случаи, когда не хочется идти на тренировку, когда там устаешь. Но я понимаю, что это нужно мне, это мой выбор. Сама Анна Грош точно уверена, что художественная гимнастика – это искусство, и считает, что именно по этой причине она заняла первое место. Мы проводим очень большое количество времени в зале, и, ну, вы, наверное, видели упражнения девочек, и я не думаю, что это можно, нельзя это не назвать искусством. Егор Прилуцкий, Виталий Богачук, Первый Республиканский. Хотите классную работу? Для этого отправляйтесь в школу. Учители об этом каждый день так и пишут на доске. Классная работа. Так ли это на самом деле, узнаем у педагогов гимназии Логос. И швец, и чтец, и надудей, и грец. Работа учителям сама по себе интересна. Каждый день не похож на предыдущий. Учитель учит детей контактировать друг с другом, работать в команде, работать в группе. Поэтому действительно это не только урокодатель, учитель. Учитель – это что-то большее. Сегодня учитель репетирует сценки. Завтра организует праздник, послезавтра ведет детей в поход, а на четвертый день организует семинары или проводит родительское собрание. У нас жизнь бурлит. Начинается в 8 утра, и в 8 вечера мы выдыхаем и понимаем, что день не закончился. Мы приходим домой, мы продолжаем готовиться к урокам, делать свои домашние задания. То есть фактически у нас рабочий день 24 часа в сутки. У нас совершенно замечательная профессия. Мы имеем возможность ежедневно соприкасаться с будущим. Очевидные плюсы в работе учителя – хороший график работы, частые каникулы и длинный отпуск, причем всегда летом. Но отнюдь не ради этого учителя работает в школе. Только в сотрудничестве, без наседания, только через сознание человека, чтобы он понял, что это действительно нужно. Этот драйв по душе учителя. Он дает возможность проявить все свои таланты и креатив. Что чувствую я, когда наш ребенок оказывается на высоких позициях, достигает каких-то результатов. Я испытываю огромное чувство гордости из-за ребенка, из-за своих коллег и за ту школу, в которой я работаю. Дорогие учителя, поздравляю вас с наступающим праздником. Узнав так много о вашей работе, я поняла, это титанический труд. А вы сами как считаете? Это классная работа! Сегодня многие помешаны на спорте и здоровом питании. Однако фастфуд в нашей стране продолжает пользоваться огромной популярностью. Охраняй! О вреде такого питания не говорил только ленивый. А что скажут дмитровчане? Отрицательно. Потому что там вредная еда. Отлично. Отрицательно. Ну ребенок очень хотел, да? Ну хотел. Это все ютуб, рекламы, блогеры. Что человеку вот хочется поесть, все равно же он поест. Наши гости из Сербии. Сейчас расскажут, как с фастфудом обстоят дела у них в стране. У нас в Сербии есть, как и в России, Макдоналдс, есть какие-то хамбургеры, чизбургеры и все. Фастфуд. Это джанки, мои дорогие друзья. Это мусор. Один из самых популярных бургеров. Классика. Булка, две котлеты, зелень, сыр, соус. Что же вызывает подозрения? Говорят, что сыр, который входит в состав бургера, настолько ненатурален, что даже горит. У меня в руках обычный кусочек сыра и сыр из бургера. Это, кажется, из разряда мифов. Мясо должно быть натуральным, но это пусть проверит настоящий эксперт. В нашем эксперименте примет участие вот этот вот замечательный пес Алтай. Мы посмотрим, что же он выберет, мясо из бургера или натуральное мясо. Ну что ж, как мы видели, Алтай сначала выбрал натуральное мясо, но и от котлеты из фастфуда не отказался. Спасибо, Алтай. И остатки бургера в топку хорошего настроения четвероногого. Выбирая между здоровьем и гастрономическим удовольствием, многие все-таки склоняются к последнему удовольствию. Но важно помнить, что в неограниченных количествах вредно практически все. Здесь главное знать меру. Денис Цветков, Руслан Полянин. Из Дмитрова. Специально для Братины. Слушай, а ничего, хоть холодный. Князя Петра Алексеевича Кропоткина считали своим учителем многие русские революционеры. Когда он умер в феврале 21-го года, то анархистов, сидевших в московских тюрьмах, отпустили под честное слово на его похорное. Они ведь это, честное слово, сдержали. А в 18-м году сюда, в подмосковный Дмитров, встретиться с главным учителем своей жизни приезжал сам батька Махно. А есть ли в вашей судьбе такой учитель, который предопределил вашу жизнь? Первая учительница Мария Федосеевна, да. Так, вот какую она роль в вашей жизни сыграла? Вы знаете, хороший наставник был, да. Такой обаятельный, милый человек. Вот как раз я ее запомнил на всю жизнь. Добрый, хороший человек, ответственный, отличный педагог. Умение общаться с детьми, находить к ним подход. Так, это вы про кого нам рассказываете? Про педагога своего. А вы его назовите? Надежда Петровна. Данечикова Тамара Аркадьевна, учитель математики, геометрии. Благодаря ей учился на пятерке. Валентина Алексеевна Морозова. Она была женщина в возрасте, уже очень добрая. Она очень сильно повлияла, в принципе, на всю вашу дальнейшую жизнь? Скорее всего, да. Ваша первая учительница? Да, моя первая учительница. Я поздравляю наших дорогих учителей. Я считаю, что это одна из важнейших профессий в нашей стране. Врачи, учителя. Врачи лечат наши тела, а учителя формируют наши души. Мудрые учителя-наставники не всегда рядом с нами. И поэтому, если вам предстоит выдержать серьезные жизненные испытания, то, как верит в подмосковном Дмитрове, надо прийти сюда, на улицу Кропоткинскую, к памятнику вот этой учительнице гимназии древолюционной эпохи и, на счастье, как следует, потереть ее линейку. И удача обязательно вам улыбнется. Павел Владир, Андрей Башинский, Ступинское телевидение. Специально для Братины. Здравствуйте, дорогие жители города Дмитрово. Телекомпания ТВ Развилка приветствует вас в это дождливое утро. Давайте вместе с вами посмотрим, как в это дождливое утро живет город. Скажу откровенно, под этим дождем я промок. Ну, как спастись и как остаться живым? Что может спасти? И вот моя друженька привела меня к часовеньке, в этот храм. Скажите, пожалуйста, где можно найти спасение в такую дождливую погоду? Эта часовня Александра Невская. Давно она стоит здесь? Давно. Эта часовня в 1860-х годах. Наши дмитровчане любят приходить в эту часовню. И все всегда довольны. Говорят, что стоит она на хорошем месте. Я не буду работать, если не могу войти, но я обязательно поклонюсь ко храму. Обязательно. Я пришла сюда, конечно, в храм через скорбь жизненную. И вы знаете, а теперь я всегда благодарю, что она у меня была. Даже какие-то такие бывают страхи, где уши замирает. А раз. И вот мне раз потерялся, а вот она. Смотри, я такая. Думаю. Вот я так чаю переживала, в работе. Думаю, сейчас работу потеряю. А раз. Ну, все идет, идет. Конечно, мы понимаем, не все люди верующие, не все, скажем, православные, у других другая религия. Но всегда же мы должны помнить, что есть что-то высшее. И, конечно, в трудные минуты, кому обратиться, когда некому обратиться. Оборонная промышленность, заводы, фабрики, производственные цеха. Все это минувшее прошлое Дмитриева. Новая эпоха и государственный устрой изменили приоритеты и пожелания народа. На смену стратегическим точкам военпрома приходят не менее востребованные супермаркеты. Например, здесь, где вместо ткацких танков находятся теперь торговые аппараты и кассовая техника. В городе с населением около 80 тысяч человек, молов, супермаркетов на удивление много. Ими занята одна из главных аллей города. Это около одного километра продуктовых рядов и пролетов. Несмотря на, казалось бы, жесткую конкуренцию, каждый предприниматель умудряется найти своего клиента. Много клиентов. Писк сканера и звук печатающегося чека не утихает ни на секунду. Большинство покупателей, как, впрочем, и персонал, местные. Иногородние клиенты здесь не частые гости. Обычно это москвичи, которые приезжают летом на дачу. Как много у вас вообще бывает клиентов в вашем магазине? Покупателей всегда достаточно количества. Магазин не бывает пустым. В летнее время, конечно, больше. В зимнее время поменьше. А кто эти люди? Летом местные жители, приезжие, москвичи у всех здесь в даче. Приезжают, посещают наш магазин. Зимой, конечно, в основном это местные жители. Клиентов у нас много. Что в выходной, что в праздничный день. В будни, конечно, с утра поменьше. Но, в принципе, недостатков клиентов мы не испытываем. Обилие конкурентов по соседству вынуждает компании идти на экономические уступки, что играет на руку жителям Дмитрова и их кошелькам. Для сравнения, севастопольский ценник на продукты питания выше в среднем на треть. С другой стороны, это преимущество обходится местным жителям большой ценой. Исторический облик центральной части города застраивается многоэтажными комплексами, выбивающимися из общего архитектурного ансамбля. Пока идут деньги и идут люди, бизнес берет свое, в том числе квадратными метрами. Под застройку отдают территорию, где могли появиться театры, детские сады и больницы. Несомненно, эти учреждения вносят серьезный вклад в развитие местного бюджета. И все-таки здоровья на рынке не купишь. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рисуем осенний пейзаж, картину художницы Ольги Дорчук. Я кленая москвичка, и город Москва очень красивый. Для жизни, лично для меня, он неприемлем. Я хочу выходить на балкон и видеть не бетонные коробки домов, а видеть закат, восход, красивую природу. Вот здесь я это Дмитриево увидела. Я переехала и поняла, что здесь нет работы. И тогда пришла идея создать студию, собственно, рабочее место свое. Уютная студия в центре Дмитриева. Здесь учат живописи, лепки, рукоделию и даже игре в шахматы. Среди посетителей не только дети. Осуществить свою мечту, найти занятия по душе. Мастера помогают и взрослым. Когда меня не приняли в художественную школу, мне пришлось забыть о своей мечте. До тех пор, пока я не встретилась с Татьяной, которая вселяет уверенность, заставляет жить, дышать, вдохновляет. Здесь создано пространство для творчества и креатива. Сегодня в студии Татьяны работают 10 направлений. Занятия проводят несколько мастеров. Они точно знают, как увлечь творчество. Я учитель изобразительного искусства, но очень долгое время не работала по специальности. И когда сыну исполнилось 4 года, мы пришли в студию «Чудо цвета» попробовать порисовать. И осталась сама и в этой студии работать. Благодаря Татьяне вернулась в творчество и в педагогическую деятельность. У меня ученики разного возраста от 5 лет и до бесконечности. И когда у них получается, они уходят окрыленные. Когда они уходят с результатом и им нравится, и я работаю легко, вот я даже не устаю. Приехать из столицы в провинцию с нуля начинать бизнес. Кардинально изменить свою жизнь не так просто, но результат стоит того, уверена Татьяна. Сегодня ее студия – место притяжения творческих людей. Всех, кто не боится экспериментировать, удивлять и учиться, независимо от возраста и социального положения. Ведь мы сами управляем своей мечтой. Все в наших руках. Мария Панкратьева, Михаил Панкратьев, ОТВ Серпухов. Специально для Братины. И дождь нам не помеха. Готовясь к конкурсу с колес, мы начали искать вдохновение в круглом предмете, напоминающем колесо. И нашли – баранка! Это хлебобулочное изделие, известно еще с 17 века, когда упоминалось впервые в летописях. Для того, чтобы погрузиться в историческую эпоху, наша съемочная группа облачилась в исторические костюмы и взяла в руку баранку, которая в тысячи раз превосходит своих магазинных сестер. Баранки в Дмитрове любили особенно. Во время визита в 1858 году Александра Второго вместе с традиционным хлебом и солью ему поднесли пряник и баранки. Раньше сушки и баранки продавались нанизанными на шпагат. Сейчас эта традиция ушла в прошлое. Но фестиваль Братиной создан для того, чтобы сохранять традиции. Поэтому вот, получите, распишитесь. Попросили помочь нам нанизать баранки гостей города. Кто быстрее, тот и победил. Получать связку баранок в подарок. А еще предложили сделать уникальное древнерусское селфи с баранкой. Вот это кадр. Вот оно, приятные вкусные фото воспоминания о Дмитрове. Узнали наши корреспонденты, что знают гости и жители города об этом древнем хлебобулочном лакомстве. Пробуем и делимся знаниями. Баранки большие, маленькие, всегда вкусные. Да, и в детстве питались только баранками. Дмитровская баранка – это вкус детства. Это замечательно. Это к чаю. Это вообще вкусно и прекрасно. Долой бургер, да здравствуй, русская баранка. Эх, бараночки дмитровские, бараночки. Баранки вкусные, сочные, всем советую лучше сникерса баранки. На Руси наличие баранок на столе считалось признаком достатка и гастрономического благополучия. Еще бы баранка – символ солнца. Кроме талисмана и украшений, баранка была атрибутом русского традиционного чаепития. Мы считаем, что в Дмитрове баранка незаслуженно забыта. Поэтому предлагаем готовый эскиз памятника Дмитровской баранки. Приятного чаепития. Для вас работали Анна Суница, Наталья Власова, Григорий Кумпиков, Дмитрий Слободенюк. Телеканал «Радуга. Город Павловский посад» специально для телефестиваля «Братина». Исторический центр Дмитрова так и притягивает туристов. И это неудивительно, ведь он прекрасен в любое время года. Но все ли могут прикоснуться к истории этого древнего города? Насколько он доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья? По древней брусчатке на колесах инвалидной коляски передвигаться не так просто. Наши предки не могли предугадать, что однажды мощеная дорога может стать для кого-то препятствием. К счастью, сейчас не средние века. Время не стоит на месте, и Дмитров меняется, исходя из потребностей его жителей. Основное направление, как я для себя выработала, это безбарьерная архитектура. Мы уже в нашем славном городе давно этим занимаемся. То есть еще по старой работе, когда работал в обществе инвалидов, начали много-много лет. И потихонечку-потихонечку город становится лучше. Безбарьерная среда давно стала достопримечательностью Дмитрова. Беспрепятственно можно попасть в музей-заповедник на территории Кремля. Здесь есть пандус с удобными перилами, а для слабовидящих всю информацию дублирует шрифт Брайля. Но не все можно адаптировать. Например, Успенский собор, построенный в 16 веке. Но и тут есть выход, точнее вход. То есть, в общем, здесь открывают. Там тоже иконостас, то есть там все есть. И службу провести, и свечки поставить, все можно. Было бы желание. В плохую погоду познакомиться с историей города можно в центральной библиотеке. Она находится рядом с Кремлем и также доступна каждому. Начиная от входа, мы обеспечили доступные пандусы, кнопку вызова в случае, если инвалид, который не может сам добраться, открыть дверь. Есть определенные кнопочки тревожные. Я считаю, что большим достижением мы заменили на широкий такой лифт полностью. Поэтому коляски любого рода могут проезжать. Что касается еще плохо видящих, у нас есть специальный видеоувеличитель. Конечно, в Дмитриеве остаются некоторые проблемы. Но благодаря неравнодушным жителям постепенно город меняется и становится доступным для всех. Полина Хухарева, Антон Хухарев. Специально для Братины. Страус для наших широт – птица редкая. Но если вы живете в Дмитриеве, возможность познакомиться с экзотическими животными есть. Для этого не нужно ехать в зоопарк или покупать тур в африканские страны. Достаточно заехать в деревню Селявина, где работает настоящая страусиная ферма. Алексей и его семья разводят необычных птиц почти пять лет. Фермер признается, начинать было трудно. Страусоводство в России почти не развито и информацию о том, как содержать таких птиц, найти непросто. Пришлось учиться методам проб и ошибок, но результат стоил того. Сегодня на ферме круглогодично проживают 34 страуса, которые регулярно приносят потомство. Суровая русская зима гостей из жарких стран совсем не пугает. В 50 градусов перепада страусы комфортно себя переносят. В нашем климате до минус 25 страус будет чувствовать себя просто на улице без теплых вольеров помещений. А вот выведению потомства низкие температуры и сильная влажность очень мешают. Одна самка приносит 40 яиц в год, но высидеть птенцов в холодную погоду страус не может. Яйца приходится отправлять в инкубатор. Скрылупа страусиного яйца славится своей твердостью. Говорят, может выдержать до 140 килограммов веса. А все потому, что так предусмотрела мать природа. Страус птицы нелегкая, а потомство высиживать как-то нужно. Давайте проверим, выдержит ли яйцо мой вес. Я, например, вешу 70 килограммов. Получилось? Яйцо действительно очень твердое. Страусы статные и сильные. Природа наградила их мощными ногами. Но вот умом и сообразительностью они, увы, не отличаются. Понять, что происходит в голове у этих представителей фауны непросто. Живет птица только на уровне инстинкта. И вот как мы сейчас с вами видели, что стоило одному по какой-то либо причине выйти и побежать, как бы, да, все стадо просто сорвалось и как бы ломанулось. Побывать на ферме и пообщаться с необычными птицами можно в течение всего года. Страусы будут рады гостям в любую погоду. Особенно, если эти гости готовы угостить их чем-то вкусным. Мария Смирнова, Александр Ржевский, Щелковское телевидение. Специально для фестиваля Братина. Виктория Комарова, Александр Ржевский, Щелковское телевидение. Дмитровские автомобилисты не проезжали мимо. Сразу подъехал мужчина, буквально меньше минуты прошло и предложил помощь. Все, поэтому люди очень обзывчивые, особенно мужчины в такой ситуации. Не остались равнодушными и сотрудники полиции. И вот счастливый финал. Не прошло и пяти минут, как рыцарь на зеленой Ниве взял ее на буксир. Если с леди на авто случилась беда, ей нужно помочь. Девушки солидарны. Мы тоже решили присоединиться и помочь подтолкнуть машину. Дама за рулем сегодня не редкость. Отзывчивых водителей, готовых прийти на помощь, к счастью, тоже немало. Водители, помогайте друг другу, не оставайтесь равнодушными. Особенно, когда за рулем леди. Наталья Панталева, Вадим Орлов, телекомпания «Тротек». Вслед за одним из вождей, повторюсь, что самым важным из искусств для нас является кино. Вот и мы в дождливый день предприняли поход в кино. Имеется в виду в деревню. Поход кино. Свою известность эта деревня приобрела в Подмосковье в 2012 году благодаря экоферме по разведению альпак. Семь лет назад семья Смирновых путешествовала по Америке, где ребята увидели, как разводят этих необычных для нас животных. Москвичи решили во что бы то ни стало привезти их домой в Россию. Когда мы их покупали, у нас не было цели купить их всех малышами, чтобы они все 20 лет, которые они могут прожить, они прожили с нами. Мы выбирали именно те, кто нам понравился. То есть, потому что мы, как говорится, везли для себя, у нас не было никакой коммерческой подавлёки. Пока переехали сюда, мы уже более серьёзно этим занимаемся. И хочется и нарастить поголовье, и в принципе, чтобы это всё было правильно, плюс ещё и шерстью заниматься. Сегодня поголовье альпак у экофермеров Смирновых насчитывает 22 особи. Есть ещё три ламы. Это ласковые и дружелюбные животные. Они удивительно легко идут на контакт. Главное достоинство альпаки – шерсть. Она лёгкая, прочная, обладает высокими водоотталкивающими свойствами и не вызывает аллергии. Вот всё, что осталось от альпаки. Нет, не подумайте, с животным как раз всё в порядке. Оно вот там, в загоне. А эту шерсть используют для придения вот такой вот нити, чтобы потом связать эксклюзивный альпачий свиторок. Посмотрите, он трёхцветный. Это Исак, это Рокки, а это Моисей. Конечно, реализация шерсти альпак – это отдалённая перспектива дохода экофермеров. Сегодня затраты на весьма дорогостоящие хобби отчасти покрывают туризм. Видно, что ребята и сами получают удовольствие от того, что делают. И приносят радость всем тем, кому удалось узнать о существовании русских альпак в Дмитровском районе Подмосковья. Репортаж с колёс специально для Братины 2019.